Двери открыты для всех. Легендарному геологу-первооткрывателю сибирской нефти Фарману Салманову сегодня исполняется 90 лет. В его сургутском доме-музее на улице Терешковой, где он жил и откуда писал телеграммы, в Главк, сегодня особенно много людей. Почтить память пришли школьники и семьи, ветераны геологии и друзья Фармана Салманова. А вот почему в доме-музее стоит побывать каждому. Кто даже еще не знаком с историей освоения нефти, расскажет моя коллега Ольга Придоха. 57-й год, 20-й век. Улица Терешковой, правда тогда она называлась центральной сюда, прямо с причала Аби, высадилась баржа, на которой было 16 семей геологов-первопроходцев. Вместе с чемоданами, документами, вещами и детьми эти семьи привезли с собой срубы из дерева. Потом из этих срубов они строили целые дома. Вот этот дом, есть дровник, баня, туалет и даже будка для собак. С тех пор в этом доме мало что изменилось, появилась сразу что брусчатка, пристрой к дому, ну и кедры стали выше. С 57-го года в этом доме жил Фарман Салманов, первооткрыватель сургутской и тюменской нефти 28 июля. Ему исполнилось бы 90 лет. Вот с этого началась история города. В будущем, в 65-м году, это стал город Сургумов. Он стал бурно развиваться. Появились нефтяники, появились энергетики, появились строители, железнодорожники появились. То есть моментально стало развитие. И самое главное, что это открытие позволило Советскому Союзу стать скалет. Говорят, Фарман Салманов очень любил животных. В его доме всегда было много зверей, это и псы, и кошки. Сейчас этот дом-музей стараются сохранить его в первозданном виде. И, конечно же, здесь всегда много животных. В доме, кстати, мало что изменилось. Только теперь личные вещи стали музейными экспонатами. Вот Сени один, это прям вход в дом, и один из таких экспонатов прям реальный. Это радиоприемник, его Фарман Салманов. Первопроходцы привезли из Кемерово, откуда приехали в Сургут. Каждый день, дважды с утра и вечером, вот отсюда. С этого аппарата посылали телеграммы в центр, рассказывая, как же обстоят дела. В Сургуте найден или нефть. Если вы придете в мемориальный комплекс Фармана Салманова, вы узнаете не только о личности этого замечательного человека, первооткрывателя тюменской сургутской нефти, но и, в принципе, об истории развития нефти в России. Вот это, например, буровая установка, которой пользовались люди в 19 веке. Есть подобные, придуманные Леонардо да Винчи, и даже такие, которым пользовались первобытные люди. Это неолитический стан. С помощью него древние люди, так скажем, с помощью лучкового привода делали заготовки при изготовлении орудий труда. Основной принцип не только объясняется нами, сотрудниками этого комплекса, но и, собственно говоря, собственноручно посетители могут... Можно прям покрутить все? ...подойти, посмотреть, как подниматься. Не должно, как нас заверяли. Вот на таком аппарате ездил фарман Салманов. Скажете, непрезентабельная машина, но можно парировать. В то время в Сургуте практически не было дорог, поэтому главное качество автомобиля была его проходимость. Посмотрите на колеса, все станет ясно. Ездили геологи-правопроходцы и вот на таких машинах. А любимой техникой этих людей были вот такие вездеходы. На них можно было пройти, проехать и проплыть к любым местам, к любым болотам и искать там нефть. Откуда нефть, когда кругом тайга? Интересный факт. Спустя два года после переезда фарман Салманов пробурил в Сургуте первую скважину. Она находилась прямо напротив его дома. Вот можете видеть сейчас желто-красный памятник времени. Нефть, он, увы, там так и не нашел, зато нашел минеральную воду. Сургутскую минеральную воду. Впрочем, спустя два года своего фарман Курбанович все-таки добился и нашел первую тюменскую нефть. Это событие стало основополагающим не только для Сургута, Югры, Тюменской области, но и для всей России. И нефть пошла, мы по болотам рыская, не на пол-литра выиграли спор. Тюмень, Сибирь, земля ханты-мансийская. И эту историю вполне себе просто и доступно изучать. Во всяком случае, в Сургуте мемориальный комплекс дом-музей. Фарман Салманова работает со среды по воскресенье. Прийти сюда может любой желающий без записи. Если вы хотите провести экскурсию, тогда нужно все-таки позвонить в Сургутский краеведческий музей. Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, телеканал Югра, Сургут.